Приветствую вас. Собственно, я вижу несколько проблем здесь у вас. Первое. Основная проблема – это страх того, что она вас не простит. При том условии, что она, вообще-то, любит вашу жизнь и всячески нарушает ваши личные границы. Второе – это то, что вы… как вы устраиваете отношения с мужчинами. Потому что, сами понимаете, что тот факт, что ваш, я так понял, молодой человек является алкоголиком. Ну, как бы, вот этот факт, случайно, на мой взгляд, быть не может. То есть, этот факт, он не случайен, он совершенно закономерен, как мне видится. И, соответственно, с ним, с этим фактом можно и нужно работать. Как вы устраиваете, значит, свои отношения, как вы их устраиваете. Таким образом, что, вот, у вас устраивают отношения с своим мужчиной алкоголиком. То есть, такие, вот, созависимые, получается, отношения, да? Угол. Вот, это, конечно, достаточно серьезная такая проблематика, вот, которую нужно решать. Которая сама по себе, конечно же, не решится, в принципе. Вот. В остальном, в принципе, все хорошо, достаточно сказал мой коллега Кудрышов Игорь Леонидович. Все достаточно, он подробно вам описал. То есть, это и сценарий, да? Это и, значит, ваше чувство вины и так далее. Вот. То есть, это, вот, в общем и целом, проблематика достаточно очевидна и достаточно понятна. Достаточно понятна, на мой взгляд. Вот. Вот, в принципе, все. То есть, первая, нужно выявить то, чего вы боитесь, вот. То есть, ну, в принципе, чего вы боитесь, а почему вы боитесь, мама вас не простит. Вот. Ну, не простит и не простит. То есть, совсем для вас это так страшно, вот. С этим нужно разобраться, в первую очередь. Дальше, значит, считывая вины передней, знаешь, что? Это и тут. Здесь у вас, а, как раз таки, установка о том, что, а, вы ей должны, вот, должны именно своей маме получать. Должны, получается, сделать так, как хочет она. Вот. А, дальше, значит, вы пишите, что мне не дают сделать шаг в свою серьёзную жизнь. Нет, на самом деле, сегодня вы живёте, вы довольно давно уже живёте своей жизнью и серьёзной жизнью. Просто вы этого до сих пор не осознаёте. Как не осознаёте вы из того, что никто не может вас чего-то лишить. То есть, никто не может не давать вам. Вот. Дальше, значит, вот вы пишите, лучше подать заявление. Какое заявление, я не понял, но с заявлением вы... Немножко вам не в ту степь, как мне кажется, идёт. Так, с отношением бороться с вами не нужно, ни с чьим, ни с каким. Вот. Потому что люди не могут... Люди не могут уважать вас, если они этого... Ну, если они не уважают себя, а ваша мама и бабушка себя не уважают. Вот. Отдельным пунктом здесь идёт коррекция вашего женского поведения, женской модели поведения и основание пендамента для устраивания отношений с мужчинами. Вот. Потому что что-то мужчина опалкивает вот в том числе и вас, не только в бабушке и в маме. Ваши. Вот. А тут, конечно, момент крайне важный и деликатный для понимания. Вот. А вот, в принципе, такая вот история. То есть вы спрашиваете совет, да, получается, но совет мы вам дать не можем, потому что психологи советов не дают. А вот поработать с вами, с вашими, например, страхами, с вашими сомнениями в себе, с чувством вины, с сценарием, с моделью женского поведения. Поведение – это то, что вполне себе можно. А там же вы сами решите для себя, чего и как вам хочется. Вот. Так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok